Всем привет, меня зовут Карина. Сейчас мы будем делать трэблшутинг 8, 2, 4, 14. Давайте приступим. Я закреплю наше задание и здесь мы будем смотреть наши баллы. Я уже знаю, где какая ошибка, я просто покажу, где она и как ее исправить. И первая ошибка у нас находится на устройстве R1. Открываем его, командная строка, enable, conft, ой, showrun. Если мы посмотрим на наш running configuration, то давайте полистаем вниз. Если мы посмотрим на него, то мы увидим, что у нас DCP pool с ошибкой. Вот он, DCP pool access и так дальше. Нам его нужно перенастроить. Давайте это сделаем. Ctrl-C, conft, вводим команду, ip, dhcp, pool и access с большой буквы. Готово. Что мы делаем дальше? Далее мы вводим команду default router и 192, 168, 10, 1. И как вы видите, у нас уже 9 баллов из 60. Что у нас дальше? Дальше у нас нужно еще проверить наше устройство S1. Это тоже довольно-таки просто. Давайте откроем наш S1, введем командную строку, сойдем в командную строку. S1 у нас находится возле pk1. Showrun. И здесь мы можем видеть, что в фазе Ethernet 0.1 не прописан порт security, как у остальных портов. Давайте это исправим. Открываем S1. Вводим команду conft. Далее switchport. Ой, нету дела. Интерфейс. У нас был не настроен FAS Ethernet 03. Switchport. Далее port security. Enter. Готово. Что у нас дальше? Далее нам нужно еще настроить наш S1, чтобы у нас был максимум, ну, прописать слово максимум 1. 1. Готово. Далее еще нужно прописать MAC address sticky. И дальше еще violation. Ой, switchport, port security. Violation. Shutdown. Все. Готово. Что у нас дальше? Дальше давайте посмотрим на S4. Открываем S4. Командная строка. Enable. Enable. Cisco. Ай. Класс. Вот. Showrun. Здесь. Давайте посмотрим. И уже видно, что у нас здесь неправильно прописанный channel group. Давайте их исправим. Прописываем команду. Для начала интерфейс, ой, conf.t. Далее интерфейс. Выбираем интерфейс, который мы хотим перенастроить. Это фаза Ethernet 0.1. И до 2. Далее вводим команду. Сначала no channel group. Давайте скопируем это. Вот. No channel group 3. Mode. Auto. Поесть. Готово. Теперь прописываем правильную channel group. Секунду. Фаза Ethernet 0.1.2. Что не так? Интерфейс фаза Ethernet. Давайте. No channel group. Mode. Auto. Теперь channel group. У нас 2 будет. Что? И без 0. Вот. Фаза Ethernet 0.1. Channel group. 2. Mode. Auto. Теперь фаза Ethernet 0.2. No channel group. Mode. Mode. Третья. Но вторая. Вот. Channel group. Mode. Авто. Готово. Теперь у нас интерфейсы фаза Ethernet 0.3 и 0.4. Давайте это сделаем. Int. Range. F01 до... Ой. 0.3 до 4. Готово. Прописываем команду no channel group уже 2. Авто. Готово. И прописываем channel group 3. Готово. У нас 39 баллов из 60. Мы уже очень близко. Смотрим, что у нас дальше. Мы настроили S4. Теперь у нас R1. Настраиваем R1. Для этого открываем его. Возвращаемся к нашему running конфигу. И давайте посмотрим, что с ним не так. Давайте проверим. Ага. Нам нужно настроить default information originate. Так как здесь оно тоже неправильно. Вот. Давайте посмотрим, как это делать. Нам нужно ее отменить. Значит, копируем. Возвращаемся в режим конфигурации. Exit. Теперь с режима конфигурации вводим команду router ospf1. И здесь вводим команду no default information originate. Готово. Отменили. Теперь нам нужно посмотреть, что мы будем делать дальше. Теперь нам нужно открыть R2. Вот она. Командная строка. Enable. Show run. И смотрим здесь. Здесь как раз нам нужно ее настроить. Default information originate. То есть там мы убрали. Здесь настраиваем. Conf.t. Роутер ospf также. 1. И вводим команду default information originate. Готово. Двигаемся дальше. Следующая ошибка. Давайте посмотрим в S3. Вот наш S3. Командная строка. Enable. Conf.t. Экзит. Шоу. Ран. Смотрим. Что у нас здесь с ошибками. Давайте посмотрим все интерфейсы. Обычно у них ошибки. И мы видим, что интерфейс G01 у него switchport mod access. Хотя здесь нужно, чтобы был switchport mod trunk. Давайте это настроим. Это тоже очень просто. Для этого вводим команду интерфейс G01 в режиме конфигурации. Интерфейс G01 switchport mod trunk. Готово. И у нас осталась последняя ошибка. Давайте посмотрим, где она. Скорее всего, она в роутере 1, так как мы настроили все, кроме него. Открываем роутер R3. Вот он. Командная строка. Enable. Show. Run. Смотрим. Я помню, что здесь ошибка в роутер OSPF. Да. Нам нужно будет его немного перенастроить. Ctrl-C. Conf.t. И переходим на стройки роутера OSPF. Роутер. OSPF1. Дальше. Нам нужно отключить пассив интерфейс default. Копируем. Вводим в команду no и paste. Секунду. No. Пассив интерфейс default. Ввели. Дальше. Нам нужно настроить пассивный интерфейс на G01. Пассив интерфейс на G01. Готово. Таким образом мы нашли и исправили все ошибки. Я надеюсь, у вас тоже 60 баллов из 60. А думаю, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.